Христос посреди нас, мои родные и любимые христолюбцы, все братья и сестры во Христе Иисусе Господе и Боге нашим, сущим над всем благом Творце, неизменном в логосе своем, то есть в своих помышлениях, ибо воля его всегда простая, благая и неизменная, чтобы люди были счастливы. Всем желаю радоваться, веселиться в Господе и усовершаться, взращиваться, возгреваться, возрастать в любви, в образ Христа, Господа и Бога нашего совершенного, ибо Он есть путь истинной жизни для нас. Сестра меня спросила о притче о неправедном управителе. Ну, я же там собираюсь сейчас писать эти, ну, читать Евангелие вместе с вами, так скажем, как я хотел. Но я решил не лениться, все-таки это притча в Луке, и когда мы там до нее доберемся, ну, я в свободной форме поговорим, хотя я с собой взял все-таки электронную книжку, но все-таки хорошо зачитать, хотя я, видите, как стараюсь держаться и писать их ролики без всяких этих, ну, чтобы не с компьютера, а чтобы действительно вот так на природе, как Господь проповедовал, помните? То на горах, то на лодке. Вот, ну, так как у нас есть все-таки писание, я буду им пользоваться, наверное, вот так в таких случаях, хотя на экране вам ничего показывать, вот как, который я пишу за столом, так скажем, в кресле, не буду, да? Вот, но притчу все-таки мы прочитаем, хотя я перед этим хочу кое-что сказать. Вот, Господь же сам сказал, что, ну, и было пророчество о нем, он сам ссылается, и апостолы на Ветхий Завет, что в притчах отверзу уста мои из реку сокровенное от создания мира. И он говорит, что внешне все в притчах. Я вам так скажу, почему вот эти, забудьте об этих лжеучениях, о том, что писание надо читать с каким-то толкованием. Это полная чушь. Бог явился во плоти великого благочестия тайны, неизменный в слове своем. Если Бог не мог нам сказать, он с евреями говорил на арамейском языке, не ангельскими, не на иностранных с ними языками, на еврейском говорил. У нас писание на русском, и уж в сердце твоем. Помните, Павел, когда под арестом его вызывали, там он где-то перед кем, я не помню, стоял в какой раз, и когда, так скажем, оправдывался на суде, говорил, что Бог мне на еврейском языке сказал. Даже упомянул, что Бог ему откровение, когда его света сияло в небо, Бог ему на еврейском заговорил. Странно, что Бог не мог ему в сердце говорить или ангельским языком, или иным языком. Он на еврейском языке даже его просвещал, потому что Павел другого языка не понимал в том плане, что, видите, насколько ожесточенное сердце было. И это был просто образ опять, что Бог говорит с ним не на других, а понятным языком. Павел, трудно тебе уже, сколько можно против любви идти, против рожна. И Евангелие то же самое. Все, что есть в притчах, образ, если вы не понимаете притчи, они вам и не нужны. Притчами Бог показывал то же самое, что он говорил словами. Достаточно, выпишите все понятные слова Господа, где он прямыми словами говорит, прощайте, не осуждайте, не клевещите, не завидуйте, не собирайте себе сокровища, прямые заповеди исполняйте, это и есть все. Все, что потом говорит к притче, говорит, для внешних, и даже, говорит, к ученикам непонятливым, им как бы разъясняет. Но на самом деле он все это говорил и прямыми словами, вы всех в Евангелии найдете. Бог никаких шарат людям не загадывал, он не хочет никаких шарат и тайных учений. Бог все открыл каждому человеку, он говорил, он делал и говорил прямым языком. Поэтому все притчи, что в синаптических Евангелиях Матфея, Марка и Луки, что в Евангелии Иоанна Богослова, который стоит как бы особняком, да, все эти притчи для внешних. Хотите познать истину, она на прощальном ужине Господа с учениками, и она в послании Иоанна Богослова, где нет никаких символов, никаких образов и никаких притч. Но так как Евангелие Иоанна все-таки тоже Евангелие, да, и там даже на тайный вечер, на прощальном ужине Господь приводит опять образ виноградаря, вот. Но вот послание Иоанна Богослова, пожалуйста, со слов «и вот благовестие», которое вы слышали сначала, «любите друг друга», и до конца четвертой главы «вот вам вся суть бытия», «любите друг друга». Это третья глава, одиннадцатый стих начинается, «и вот вам благовестие», и заканчивается четвертой главой. Все, вся суть, без всяких образов. Любовь познали мы в том Божьем, что Он положил за нас душу свою, и познав эту любовь в кресте Его, мы и уверовали в нее. Все. А потому мы должны поступать так, как Он. Если это нас так Бог любит, то и мы должны так любить друг друга, как Он возлюбил нас. Сейчас все, вся суть Евангелия, послание Иоанна, третья глава, одиннадцатый стих заканчивается четвертой главой, последним стихом. Все, вся суть Божьего явления. Все, что Бог есть любовь. И там же прямыми словами Он и говорит, кто не любит, тот не познал Бога, пребывающий в любви в Боге пребывает. Вот в этих, сколько там стихов, я не считал, но вот с третьей главы одиннадцатого стиха, и вот вам благовестие, которое мы слышали от начала, от него, чтобы мы любили друг друга. И заканчивается оно, а заповедь его та, чтобы мы любили друг друга. Там все прямо начинается и заканчивается. Перечитайте вот это, вырвите, так скажем, из контекста, прочитайте третья глава, одиннадцатый стих, по конец четвертой главы. Все, начинается оно, и вот благовестие. Все, там вся суть благовестия. Поэтому все эти притчи, сейчас я вам покажу, что все это то же самое. Господь говорил прямыми словами, поэтому не понимайте притчи, не забивайте себе голову, не надо читать всякую чушь, где вам там какие-нибудь иудействующие или язычествующие христиане такую лапшу на уши навешивают, что вы никогда в жизни потом не сгребете. Заквастись этим, испачкайтесь в этом, потом замучайте очищаться от этого. Мы все это многие проходили. Вот вам притча об управителе. Сказал же и к ученикам. Не вырвано из контекста, потому что там чуть ли не с 13 главы у Луки идут прям притчи подряд. Там никакого контекста нет. Прямо перечисление разных притч, вот именно Господь разные делает выводы, сам подытоживает. Вот мы сейчас это увидим. Поэтому притч абсолютно не вырванная, там она ни к чему не привязана. Потому что вот эти Евангелия, особенно от Марка, она тоже особняком, она первая на самом деле. А потом уже Матфея, потом уже Луки. Причем они имеют определенную связь, я когда-нибудь об этом буду говорить. И вот эта притча, она как сборная солянка. Там идут эти притчи, там особо уловить какого-то нету, ни смысла, ни контекста. Вот он говорит. Сказал же Господь наш и Бог к ученикам своим, ну притчу говорит. Один человек был богат и имел управитель, на которого донесено было ему, что расточает имение его. И призвав его, сказал ему, что это я слышу о тебе, да и отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять. Тогда управитель сказал сам себе, что мне делать? Господин мой отнимает у меня управление домом. Копать не могу, просить стыжусь, знаю, что сделать, чтобы принять меня в домы свои. Когда оставлен буду от управления домом. И призвав должников господина своего, каждого порознь, сказал первому, сколько ты должен господину моему. Он сказал, сто мер массы, сказал им, возьми твою расписку и садись скорее, напиши пятьдесят. Потом другому сказал, а ты сколько должен, он отвечал, сто мер пшеницы. Сказал им, возьми твою расписку, напиши восемьдесят. И похвалил господину правителя неверного, что догадливо поступил бы сыны века, всего догадливый сынов света в своем роде. И я говорю вам, приобретайте себе друзей, богатство неправедных, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом, неверен и во многом. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит, ну, поддаст вам истины, кто вручит. Если в чужом не были верны, кто даст вам ваше. Никакой слуга не может служить двум господам. Ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить богу и мамоне. Заметьте, чем она заканчивается-то, да? Сейчас мы разберем, да? Мне неохота вдаваться во все эти тонкости. Я не буду сейчас там пытаться, какие-то образы вам выдавали. Хотя, понятно, он говорит, копать не могу, то есть любить не могу, а просить стыжусь. Богу молиться. Мы все стыдимся, покаяться. Посмотрите на неверующих. Они же против рожна идут. Им благовестуешь, а они, я перед кем-то на коленях, да? Вот, что-то просить, Господи, помилуй, прости мои грехи. Это, конечно, вот образ. Копать не могу, то есть любить. Мы без Бога, он говорит, Господь сказал, без меня не может ничего. Конечно же, без Духа Святого по-настоящему полюбить мы не можем. Бог есть наша природа. Мы вместе с Ним согласно живем, согласно этой природе. Вот и все. Поэтому это вот, пожалуйста, вам толкование, или как хотите. Если отзывается у вас это в сердце, принимайте. Нет, пожалуйста, я ни на чем не настаиваю, да? Но это я говорю, вы должны в сердце камертоном слушать то, что вы читаете или слышите от кого-то. Если это так, примите это. Если нет, не надо принимать. Вот. Но самый важный образ, который я здесь знаю, это то, что и говорит Господь все время, во всем Евангелии, это прощайте. Что значит должники и господина, и почему он вдруг стал им прощать, так скажем, их долги. Он же уменьшал долг-то, записки-то переписывали, со 100 там на 50, со 100 на 80, да? То есть, самое, что Господь все время говорит, что мы должники, на самом деле, нам никто ничего не должен. Люди грешат против своей природы. Когда человек кого-то обижает, он грешит против себя, против Бога, против любви. Почему, казалось, мы за грехи против ближних просим у Бога прощения, Господи, помилуй. Да именно поэтому, потому что мы чувствуем, что мы согрешаем даже против себя. Не любящий ближнего на самом деле не любит себя, потому что мы созданы друг для дружки, как помощники, чтобы возделывать возрастать в любви и в этом возрастании все больше возрастать в радость, ибо Дух Святой это и любовь, и радость, все в совокупности. От любви мы радуемся, от любви и радости мир приходит, от любви и радости и мира мы готовы быть долготерпеливыми, воздерживаться ради чего-то, чтобы дать ближнему. Это как ты что-то дашь, если ты сам дырка. Любовь – это источник. Поэтому там как бы даже по порядку апостол Павел тоже не просто так написал, там есть и такой смысл в его словах глубокий, что именно мы от любви испытываем радость, от любви и радости мир. Подвязаясь в этих делах, мы, естественно, будем долготерпеливы, воздержаны и так далее. Вот. Когда, получается, нас будет обижать, мы будем долготерпеть, от этого у нас кротость будет, мы будем, даже когда нас бьют, не превозноситься. Вот. Поэтому это образ прощения. Конечно же, Господь в притче говорит опять о прощении. О том, что он и не тебе-то должник. Тот, кто согрешает против тебя, не тебе должен, а Богу. Поэтому мы прощаем как бы грехи. И я вам просто скажу, что слова Господа, я говорю, их не надо толковать. Вот я сейчас вам специально покажу на самом деле. Сейчас у меня книга электронная. Вот в Матфеев 9 главе вы помните прекрасно такой случай. Я всем это показываю. Тогда он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город. И вот принесли к нему расслабленного, положенного на постели. И, видя Иисус веру, сказал расслабленным, дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои. При этом некоторые из книжников сказали сами себе, он богохульствует. Иисус же, видя помышления, сказал, для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Ибо что легче сказать, прощаются тебе грехи, или сказать, имеет власть на земле прощать грехи, сын человеческий, то есть мы все сыны человеческих, как бы, да? Тогда говорит расслабленным, встань, возьми постель твой и иди в дом твой. Он встал, взял постель свою и пошел в дом свой. Народ же, видев это, удивился и прославил Бога, давшую такую власть человекам. Смысл? Не улавливайте. Только что мы слышим, как фарисеи, книжники говорят, что он богохульствует, ибо кто имеет власть, прощая грехи, кроме Бога? И сами же люди, сам этот народ свидетельствует, как бы, знаете, как правда, два хора поют, один другому отвечает, или две стороны, одна другой. Он говорит, смотрите, какую Бог дал власть человекам. Если прощать, я всем показываю параллельные места, да, если мы видим, что прощать, сами люди говорят, что прощать, это власть Божья, и сами говорят, смотрите, какую Бог дал, ну, они-то Христа почитали человеком, да, он же богохульствует, он же сын человеческий. Сын человеческий в еврейском языке означало, да, именно, когда хотели о себе сказать кротко и смиренно, говорили, так было у идеев, такие были у них слоганы, так скажем, выражения, вот. там очень у пророков так много есть подобного, да, то есть, вот вам, пожалуйста, 9 глава с 1 по 8 стих, сами народ возмущается, как ведь только Бог может прощать, мы прощая опять Богу уподобляемся, хотя, по сути, это опять же любовь, понятно, да, то есть, мы прощая, это власть Бога, Бог нам дал власть, ой, зачем я буду прощать, ты хочешь стать Богом, прости человека, прости человека, и ты станешь богоподобным, Бог тебе дал такую власть, Бог тебе дал заповедь в раю, быть образом его и подобием, Бог прощает грехи, и ты прощай, и вот это, и управитель, вот вам притча, пожалуйста, какая непонятная, правда, управитель вроде неверность, только заморочек, прощает грехи, прямым языком, и даже вот здесь, кстати, еще не прямым, но прямым Господь говорит в молитве Отче наш, прощайте и прощены будут, если не простите отцу, и вы, и Отец ваш небесный не простите, и там много раз он уже без молитвы Отче наш, помните, говорит, повторяется, его в Матфея там несколько раз есть, есть прямые слова, почему я всем говорю, не надо ничего толковать, непонятно вам эта притча, вот есть, конечно, тут тоже потяжелее это увидеть, да, но теперь я думаю вы это увидели, сами книжники говорят, о, Бахахуль, ты только Бог можешь прощать, и народ свидетельствует, какую власть дал Бог человеком, ибо во Христе видели на этот момент, как бы показано, что человек, ведь он сам говорит, чтобы вы знали, что сын человеческий, то есть он и не против, что думает, как о человеке здесь, как бы даже на данный момент, то есть вы прощаете грехи, вот что значит, конечно же, вот это списание долгов, так скажем, Бог грешит-то, ведь он-то тоже уж Богом не почитали, а он ему грехи простил, Божий, он же по идее против Бога грешил, а он ему сидит и прощает грехи, и он тут не говорит, что я сущий, это я, он и не против, что они так подумали, что Бог дал власть людям, прощать, но по сути уже христолюбцы и так знают, что это любовь, не осуждение, это любовь, не обличение, не злословие, это все любовь, более того, это еще маленькая степень любви, только начало, а настоящая любовь, не позлословить, как Господь сказал, а благослови, благое слово, доброе слово, не воздержись от зла, а сделай благо доброделыми, не думай, не мыслите худое, вот как он говорит, что вы мыслите худое в сердцах, а молись, молись, это добрые мысли, пожелай хорошего, молитва, это благожелательство, поэтому он и говорит в Матфея, на горной проповеди, в пятой главе, любите врагов ваших, как любить, там двоеточие стоит, молитесь, то есть думайте, мыслите, не худое в сердцах ваших, а доброе, благотворите дела, и благо, что там, переклинило меня, ну понятно, да, благожелайте, благотворите, а, благословляйте, да, ну, творение, деятельность, и слово, это тоже дело, и вы все это образ тела, то есть вы подумайте, думайте доброе, уподобляйтесь Богу, в троице, будьте всегда, мысли ваши, чтобы была благая, конечная цель, ее добро человека, счастье человека, вот, как бы дождь не пошел, вот такой вот образ, ну, пожалуйста, есть прямые слова, просто в молитве, отче наш, кто ей там каждый день молится, кто уже не молится, ибо просто живет заповедями, ты их исполняй, молиться никуда, Бог, твои молитвы не нужны, Он тебе дал молитву такую, фарисейскую, чтобы ты понимал, что тебе, как тебе жить-то надо, вот, пожалуйста, еще о чем, конечно же, может быть, в притче, в притче может быть много образов, но опять же, Господь все в Евангелии сказал и прямыми словами, все, что вы слова понимаете, их исполняйте, сказано прощать, прощайте, это именно Божья власть, это именно уподобление Бога, и это именно дела любви, более того, не просто простить, а еще при возможности, если необходимо, человеку, сотворить ему добро, это обязательно, вот, потом, конечно же, это образ, так, надо вернуться, что там было-то, Лука 16, да, у нас, ну то, что вот Господь, это про дары, помните, кто ролик про дары посмотрел, в чем смысл-то, мы прекрасно знаем, вот мы все работаем, многие из нас, помните, как сотник говорил, я имею людей в подчинении, ну и сам подчиненный, да, вот, кому что говорю, то делаю, так и ты, Господи, скажи, и все будет, когда он просил исцеления своему там сыну или слуге в разных Евангелиях под разным, здесь то же самое, то есть, понятно, что мы порой под властью-то, под палкой живем, в системе, зло не творим только потому, что над нами он, а дай нам сейчас власть-то, он, он будучи управителем всего лишь, имение-то было не его, а хозяйское, ну да, зарплата у него как-то была, и что он делал, хозяин обворовывал, ну уж кто обворовывает хозяин, значит, он и у них из мешка, он им займы давал, сто процентов и у хозяина подворует, как написано, что он расточал имение, расточал, значит, подворовывал, он получается подворовывал, скорее всего, из сарая, как говорится, за что его управитель, небось, впалил, ну и естественно, что же у одного хозяина, ну кто занимался, у меня тоже были грешки, я тоже молодой был, тоже работал в разных местах, и наверняка образ мы можем представить, что он подворовывает и тех, кому дает, да, обвешивает, вот, то есть, если мы на самом деле ничего не имеем, мы лишь наемники, это образ того, что в жизни у человека ничего нет, в жизни Бог вдунул, только в него дыхание жизни, это личность, это я, это личность, которая перед лицом добра и зла должна все время избирать добро, это есть ум, ум это не тот, кто все звезды на небе посчитал, умный человек, это тот, кто между добром и злом избирает добро, все, мир это лишь фантазии Божьи, ты хоть обсчитайся звезд, он завтра еще миллион прибавит, ему только подумать, и мир изменится завтра, ты будешь напрягаться все законы изучать, а он завтра землю совьет небеса и новую сделает, это все биение воздуха, вся эта наука, умный, умным человеком, настоящим Божьим чадом, христианином и вообще умным Адамом, это называется тот человек, который между добром и злом постоянно стремится выбирать добро, вот этот человек на самом деле умный, а все остальное это разумный человек, который все пытается познать разумом, и ничего этому не дает, это все биение воздуха, я уже вам сказал, вот это означает то, что Господь и говорит, если вы не в праведном и в малом, кто вам даст ваше, если этот управитель станет завтра богатым, миллионером, он вообще рубля не подаст, как у нас есть эти олигархи, которые то к себе хапают и хапают и хапают, вот-вот, если над ним руки нету никакой власти, человек вообще из грешника сатаной становится, если ему даешь власть, мы все прекрасно знаем, хочешь узнать человека, дай ему власть, вот мы все видим, и нам кажется, ой, я бы такой не был, вот Господь и говорит, что все мы такие, и поэтому тот, кто в малом верен, ну вначале, вот какие у тебя дары в жизни, пусть у тебя 10 рублей, пусть у тебя зарплата тысячи, а ты от нее что-нибудь творишь, милостивый какой-нибудь, как тебе Господь пошлет миллионы зарабатывать, если ты от рубля ничего не делишься, ой, ну мне все надо, да тебе все надо будет, вы знаете, у богатых еще больше надо, богат не тот, кто много имеет, а тот, кому мало нужно, это всем известная мудрость, и Павел ее сказал другими словами, великое благо быть благочестивым и довольным, счастье определяется своим довольствием, можно быть богатым и быть недовольным, у богатого все есть, он раб вещей, чем у человека больше вещей, это не он богатый, он раб, все надо обслуживать, а когда у человека нет ничего, ему ничего обслуживать не надо, вещи порабощают человека, а свобода, а нестяжание делает всех свободным, вот и все, поэтому здесь, конечно, есть еще смысл, который Господь и говорил, и, кстати, дальше, конечно, идет контекст, если мы прочитаем, после того, как он сказал, что да, вот, не можете быть верными, слышали все это и фарисеи, которые были сребролюбивы, и они смеялись над ним, он и сказал, высказывай себя праведниками перед ми, но бог знает сердца ваши, что высоко лет, то меж пред богом, дальше он начинает, был человек, богат одевался, помнить уже рассказывает притчу, а там идет плавные переходы, в том плане, что написано, конечно, литературно красиво, но это не факт, что Господь и так говорил, это Духом Святым Евангелие писались, у них есть, конечно, в некоторых местах глубокий смысл, почему я и не буду уж совсем раздуваться, иначе это надо было как раз читать Евангелие, чем мы и будем на Христолюбе заниматься, вот, а сейчас я чисто даю такие уж, если совсем непонятно, что вот, конечно, образ того, это то, что вот вы ролики видели, я записывал про дары Духа, как тебе даст человек, тебе дай дар исцеления, все, ты как эти, всякие эти экстрасенсы, будешь там людей порабощать, на бабло их сажать, исцелять там за деньги, тщеславиться, гордиться, славу для себя искать, не для Бога, а для себя, как тебе, Бог тебе даст только тогда, когда ты захочешь, служить не Богу, я служу Богу, я Богу, нет, ты служишь людям, для славы Божьей, Христос, я пришел не чтобы мне служили, а чтобы послужить людям, и отдать жизнь свою, для искупления многих, для чего, для славы, так да прославишься ты, в чем в кресте, а яви славу свою, в моем воскресении, прославь сына твоего, Бог прославляет сына воскресением, а сын прославляет отца любовью, открывает нам имя, так и мы, являем людям Христа любовью, а Бог дарами нас прославляет, и воскресением в конце времен, в том числе, а может кого-то и здесь, кто-нибудь умрет, кто-нибудь другого воскресит чудесами, вот, мы все делаем, мы служим людям, для славы Божьей, служим мы не Богу, а людям, Богу ничего от нас не надо, мы как бы не его славим, а для славы Божьей, чтобы другой человек вас прославил Богу, не Богу эта слава нужна, но мы служим людям, приводим Богу к людям, являем им Христа, для того, того, чтобы они прославили Бога, да не Богу слава нужна, а чтобы они прославили Бога, потому что прославлять Бога, быть благодарным, надо человеку, уповать на человека, который узнает, что Бог всемогущ, этими чудесами, вот такой вот, вот такой вот, ну и тут же я подвожу, да, Господь не просто так здесь говорит, что не можете служить двум господам, Богу и Мамоне, он, конечно, говорит, все знают, что там Мамона был, это как бы Бог богатства, да, но всегда духовное чтение, опять глубоко, подразумевает просто Богу и не Богу, Богу и сатане, то, что Господь, когда его искушал сатана, не только в пустыне серебролюбим, хотя и это обещал все царства там, все, все богатства, да, ну, смысл в том, что Господь как бы в образе трех искушений победил все, да, вот, и в оконцовке сатане сказал, как сказать, не козырную, а это жаргонное слово, как сказать, ну, основную фразу им из, что Господу Богу твоему поклоняйся, ему одному служи, все, вот после этого человек выходит из пустыни в силе Духа, когда он служит ближнему, Божьей силой для славы Господа, вот весь смысл этого и смысл этой притчи, поэтому он говорит, не можете служить, я вот на тебе таблеточку, кого ты прославил, или пойди купи таблеточку в аптеке, вдруг тебе звонят, да, а ты, ой, заболел, да, ну, пойди купи таблеточку, ты не послужил ближнему, ты не послужил ближнему, любовью, да, ты, мысли летают, вот поэтому я не люблю без текстов на экране, даже вот это, ну, как бы, ты прославил материю, так скажем, бездушные таблеточки, бездушные какие-нибудь там, картиночки, иконочки, да, вот, и тем самым прославил не Бога, а неизвестно, что сатанин, как всегда, да, и другой разговор тебе, друг позвонил, ой, я болею, ты поехал к нему, возложил на него руки, помолился Богу, в силе Духа, потому что живешь с силой Духа, с Божьей силой, с Богом в мире, в примирении живешь, Он исцелился силой Божьей, через твою молитву, через твое обращение к Богу, да, потому что ты праведный управитель, тем богатством, которым тебе дал, и этот человек вместе с тобой воздал хвалу Богу, ты проповедовал силой Божьей, Бог все свои дела, вся суть Евангелия, все, помните, я говорю, дела, Лука, вернее, говорит, что первая книга, это о том, что делал, чему учил Иисус, Он делал дела любви, и делал их Божьей силой, Он исцелял не таблетками, а молитвой, ну, взыванию Богу, ну, иногда он это говорил, я там, да, вот, Он укращал бури, не в метеоцентр обращался, Он изгонял бесов, не курс экзорцизма у католиков заканчивая, Он хлеба насыщая, не бизнес открывал, и благотворительные фонды, Он вино превращал, притворял из воды не какими-нибудь алхимией и сложными техническими процессами брожения сока в вино, нет, просто из воды, там ни сахара, ни закваски, ничего не было, Господь делал дела любви, силой Божьей, и прославлял Бога, вот эта притча, в принципе, опять, ну, это все он и так делал, и делал делами, которые мы видим, и говорил словами, я сейчас параллельные места, я вам просто показал, как параллельные места читаются, вот, с прощением, образ, то же самое, конечно, сейчас бы все можно разобрать, но я вижу, уже время полчаса подходит, и хватит ролик, я хочу вот эти, вроде получается, по полчаса, с моей разговорчивостью, вот такие уличные, вроде я в полчаса укладываюсь, это когда там за компьютером сижу, тогда подольше, вот именно получается, и так на любое, вот что я вам сказал, еще образы, вот эти, вы же видите, я даже, ну, я так образно затронул, своими словами, но это можно, конечно, по писанию бродить, но это надо готовиться, почему я говорю, что вот такие ролики, это надо тогда готовить, все тексты перечитывать, под одну тему, все возможные места подбирать, чтобы это узреть, но я вам словесно говорю, чтобы кто слышит, голос доброго пастыря, мне не надо верить, просто вы будете читать, будете в этом убеждаться, вот и все, так что вот так вот, вот такая вот притча, так вот не поленился, сказал, конечно, надо читать там параллельно, чтобы действительно потом делиться роликами, но вот по любви к сестре, может кому-то еще, кто хочет суть познать, я говорю, все это притчи, все это для внешних, Бог, конечно, будет вам открывать, просто будете видите, прекрасные образы, но на самом деле, Евангелие простое, люби ближнего и уповай на Бога, тем самым всем, ты являешь Божье имя, Божью сущность, крест Христов, древо жизни, это любовь, ибо Бог есть любовь, и упованием, тем же самым, ты говоришь, что это любовь, и делай это силой Божьей, и уповай то же самое, потому что уповаешь тоже на силу Божью, на самом деле, что Бог тебе найдет, как подать пищу, веселье, защиту, помните, подаст защиту вскоре, но лишь ждет некоторое время, чтобы ты показал свою верность в своей вере, вера, она испытывается Богом, и не Богу нужно твое испытание, а тебе, как Аврааму, нам всем себя надо познать, Бог нас знает, мы его не знаем, мы не знаем, какая он любовь, а любовь-то мы познаем в себе через дела, она в нас открывается, мы раз сделаем, два сделаем, три, потом это становится нормой жизни, не осуждение, наоборот, оправдание, не злословие, а благословление, не обличение, а покрытие грехов, человек не может ничего делать, нельзя не творить зло, то если ты либо осуждать будешь, либо будешь оправдывать, ты либо будешь обличать, либо будешь покрывать, ты либо будешь злословить, либо благословлять людей, вы заметите, что это так, человек что-то делает, жизнь, как движение, жизнь это движение, как же это люди не поймут, вера это лишь начаток, это лишь рождение, это лишь зачатие, это все образы, это семечко брошенное в землю, но взращивается оно, Павел все время говорит эти слова, усовершение, взросление, возрастание, возделывание, это все одни и те же слова, возделываются они делами, делами любви, от любви от этой, правильно если мы делаем дела любви, у нас должна быть радость от того, что мы рубашку отдали, от этого у нас от всего, от любви и радости, мир всегда в душе. От этого всегда мы начинаем с вами воздерживаться от всей глупости ради любви к ближнему. Ну, что я там лишнее себе, я лучше ближнему отдам. Сегодня воздержусь. От этого долготерпения, когда тебя обижают или да, ты ради этого лишаешься. От этого вера возрастает, упование. От этого кротость появляется. Тебе уже обижают, тебе ты не обижаешься. Славят тебя, ты не чеславишься. Кротость это вот. Кротость, когда тебя славят, ты не чеславишься. И когда тебе хулят, ты не расстраиваешься. Это и есть кротость. А то некоторые путают со скромностью. У каждого слова, как правило, есть свое значение. Вот так вот. Ну все. Полчаса я не буду затянуть, а то раздуюсь опять. Ну, кому понравилось видео, ставьте большой палец вверх. Кто любит меня, чтобы я видел, сколько любящих меня. Кто не любит меня и кому не понравилось, все равно ставьте палец. Вверх, чтобы через некоторое время не сожалеть. Потом вспомните мои слова и возблагодарите Господа. Вот. Ну и с кем хотите, делитесь, конечно. Ибо если считаете, что это благо, вы в любом случае, мы все, мы почему-то радостью и любовью всегда делимся. Вот. Ну и все. Всех во Христе нежно целую, крепко обнимаю. Всех храни Христос. Христос, за все Ему слава. Он сейчас рядом с нами. Господь посреди нас, Он живой. Он сущий, неизменный в слове, в логосе, в мыслях своих. Благой Бог, любовь. Все мои каналчики наверху. Кто не знает, подписывайтесь, смотрите. Все мои контакты для связи, для общения внизу. А все полезные ссылочки всегда у меня справа. Всех храни Христос. Пока-пока. До встречи в новом видео.